Учреждения культуры Славянского района не стоят на месте. По краевым программам их ремонтируют, приобретают новое оборудование. Помимо этого культработники стараются открывать новые кружки для детей и взрослых. О том, как живет Протокский дом культуры, смотрите в следующем материале выпуска. В большую творческую семью Протокского дома культуры входит 4 сельских клуба. Губернаторский, Семисводный, Нищадимовский 4, Нищадимовский 6. Работает 20 клубных формирований самой разной направленности. Для сельских жителей дом культуры – это сердце и душа населенного пункта. Здесь проходят всезнаковые общественные, политические и культурные мероприятия. Наш сельский Протокский дом культуры открыт для любой категории граждан, как для взрослых, как для молодежи, так и для детей, младшие, даже школьники и детский сад. Все приходят к нам, двери открыты всегда. Мы очень ждем и рады видеть любого жителя нашего поселения. Недавно открылись несколько новых кружков. Это декоративно-прикладное творчество, это мастер-кисти, изобразительное искусство. Очень много детей записалось. У нас даже не хватает классов для того, чтобы разместить всех. На самом деле это очень полезно, это очень нужно поселению. И мы видим их результаты, их работы. Дом культуры Протокский воспитал не одно поколение талантливых артистов. Трудно даже посчитать, сколько юных танцоров за свою 38-летнюю трудовую деятельность подготовила балетмейстер, руководитель хореографического коллектива «Школьные годы» Наталья Балашова. Сейчас у нее занимается четыре детских группы и одна взрослая, кому за 50. И желающих записаться на танцы с каждым годом становится только больше. В общем-то это поколение уже не первые дети моих детей. Мамы их танцевали у меня. Направление у нас в основном эстрадное, но танцуем мы все танцы. Это детские танцы и народные танцуем, и эстрадные. И всегда у меня переполнено, и у меня сейчас уже много желающих записаться, просто у меня по времени не хватает, и зал не умещает больше желающих. Поэтому это говорит само за себя, что это очень важно. Не все могут ездить, а здесь заниматься на месте, потом выступать перед своими зрителями. Это так всегда им нравится, когда бабушки, учителя, соседи, все приходят, одноклассники приходят, смотрят на них. Им это всегда очень нравится. Это просто обязательно надо. У нас этот кружок существует уже почти 40 лет. И я не представляю, куда бы они пошли, да, девчонки? Дом культуры Протокский старается дать возможность развить детям все свои таланты. Для тех, кто хорошо рисует, с этого года начал работать кружок изобразительного искусства «Мастер кисти» под руководством опытного педагога и художника Валентина Мельченко. Юные художники уже успели поучаствовать в конкурсе детских рисунков. Земля, что дарит вдохновение в рамках празднования Дня Славянского района и города Славянска на Кубани, и заняли призовые места. Многие из ребят собираются связать свою жизнь с творчеством и поступить в художественное училище. Многие дети поступали и на дизайнеров, и на архитекторов. Здесь очень много талантливых детей у нас. И живопись, рисунок. Потом уже, когда они постарше, вот они еще маленькие, только начали второй месяц. А постарше они уже и мы гипсовые головы рисуем, всякие там геометрические предметы. Уже готовимся, кто хочет стать там архитектором, уже готовимся непосредственно к экзаменам. Творческая жизнь кипит и в сельских клубах, которые в отдаленных населенных пунктах являются единственным местом, где можно провести свой досуг. Для детей это прекрасное место. Во-первых, они заняты. Приходим мы сюда, мы играем. Их учат в шашки играть. Вот разные такие вот игры. В теннис они учатся играть. Вот, рисовать. Вот очень им нравится раскрасок. Здесь очень много разных таких раскрашивают. Сейчас все новое, все уж прямо хочется это трогать. Мама! Нет, красиво. Молодец. В сельском клубе «Хутора Нищадимовского» в прошлом году был сделан капитальный ремонт. Сейчас это здание просто не узнать. Обновлена входная группа и фасад здания. Установлены пластиковые окна, новые дверные блоки. Сделан подвесной потолок. Заменено освещение. Теперь во всех помещениях клуба по-современному красиво и уютно. Ремонт проведен на средства сельского поселения. На эти цели было потрачено полтора миллиона рублей. Изменился, конечно, клуб в лучшую сторону. Тепло стало, светло стало, уютно. Детей ходит очень много. Ну и арттехника, аппаратура появилась новая. Поддерживается в порядке и сельский клуб «Хуторе Семисводном». Он никогда не пустует. Для юных жителей проводятся разнообразные тематические мероприятия. Для взрослых – концерты и вечера встречи. Славится клуб и своей библиотекой, в которой большой книжный фонд. И каждый сможет найти себе книгу по душе. В библиотеках «Хутора Семисводного» работает, функционирует. Сюда приходят люди разных возрастов. Как дети, так и взрослые, пожилые люди. Мы очень рады видеть их здесь. Несмотря на то, что сейчас все у нас в компьютерах, в электронике, но все равно школа, школьники. Все к нам бегут и за книжечками. Поэтому всегда рады видеть, приходите. Сельские учреждения культуры очень востребованы у жителей. Это центры семейного досуга и отдыха. Здесь проходят праздники, концерты, работают клубные объединения для взрослых и детей. Обеспечить полноценную работу клубов в хуторах и станицах – одна из главных задач власти, которая в нашем районе выполняется. На территории Протокского дома культуры в этом году построен летний кинотеатр, который оснащен современным оборудованием. Открытие кинотеатра планируется весной 2022 года. Анна Монастренко, Георгий Калинин. Программа «События».